Вы в этом году дебютировали в главной роли в Мариинском театре в опере Травиата. Спасибо. Спасибо, да, это правда. Скажите, вот как вы готовились к роли? Сравнивали вы, может быть, себя с Марией Калас, которая ее исполняла, или она не трепка? Может быть, не боялись ли, что вас начнут сравнивать с этими, уже скажем так, маститыми и давно всему миру известными историческими? Нет, ну это было бы приятное сравнение, конечно. Конечно. Мне очень помогала подготовить партию, как раз образ, который создала Аня не трепка. Я помню, я брала диски, ну, во-первых, она звезда нашего театра, я отталкивалась от этого. Я брала диски, смотрела, как делает это она, как делают еще кто-то другие именно в нашей постановке. Но вот так, как вдохновила меня Аня, наверное, никто так не вдохновил, так что это, наверное, от нее какой-то был толчок. Она солистка Мариинского театра, а вы солистка Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. Вот хотелось бы первый вопрос. Что это за Академия? Основное направление деятельности? Академия существует очень давно и выполняет очень важную функцию, потому что все кадры, которые в Мариинском театре сейчас уже звезды, уже знамениты в многих важных оперных сценах. Очень многие, ну, я не знаю, процентов 70, 80, а то и 90, все вышли из нашей Академии. Я очень рада в ней находиться. Я там не так давно, но чувствую на себе благоприятное воздействие. Я не знаю, она меня делает, она меня растит. И Лариса Бисаловна наша, которая возглавляет нашу Академию, вот, ей тоже большое спасибо. Потому что все кадры, которые куются под бдительным вниманием Ларисы Бисаловны, они потом плавно попадают в театр и представляют собой достойных ребят. А вы с самого начала стали заниматься академическим вокалом или пришли, может быть, с какого-то музыкального инструмента, потому что это часто бывает? Ой, ну, сначала, конечно, любовь к музыке мне внушила скрипка, мне очень хотелось играть на скрипочке. Вот, но очень быстро как-то вот судьба так сложилась, что сначала скрипочки не получилось, не получилось, получился хоровой класс, а в процессе очень скоро меня стали выдвигать на какие-то сольные партии. И как-то очень быстро все решилось, само собой.